Олимпийские чемпионы Олимпийские столицы отдали во власть велосипедистов. На старт вышли как именитые спортсмены, так и юниоры, а еще любители. Гонщикам предстояло преодолеть дистанции от 30 до 180 километров. Шум колес они называют музыкой. Километр за километром наматывают круги по Курским улицам. Проспект Победы, Карла Маркса, Кавказская, Пучковка. Кому-то дистанция кажется легкой, а кому-то пришлось попотеть на крутых подъемах казацкой слободы. В женской гонке чемпионкой России стала Маргарита Сырадоева из Санкт-Петербурга. Вышла в лидеры за 4 километра до финиша, все силы отдала, чтобы не упустить первое место. Думаю, что командной силой, потому что у нас вся команда работала. Конечно, спасибо в первую очередь ей. Вот. И была последняя атака. Эта атака была в последнем круге. И она все-таки удалась. И я выиграла. На втором месте Анна Поткина из Воронежской области. Говорит, гонку выиграл самый умный. Всадник без головы на пьедестал не попадет. Сама от основной группы стала уходить на предпоследнем кругу. Второе место, в принципе, у меня было обеспечено, если я не брошу крутить педали. Но можно же и выиграть. Поэтому я включилась просто. Я видела только асфальт, разделительную линию и мое переднее колесо. Один раз я посмотрела на скорость. Она была 52 с лишним, почти 53. Но мне ее не хватило. Я приблизилась к ней. Если бы, может быть, еще километра. Может быть, я не знаю. Сел бы хватило еще на километры? Честно сказать, хватило бы. По окончании женской гонки на старт 180-километровой дистанции вышли мужчины. Изменчивая курская погода внесла коррективы в стратегию команд. Палящее солнце сменялось ливнем с сильным боковым ветром. Лучше всех адаптировался к таким условиям Иван Ровный из Санкт-Петербурга, выигравший гонку. Чемпионат России стал праздником и для простых любителей. В Курске состоялись старты Грандфонда, самой популярной в мире серии велосипедных заездов, которые объединяет на одной трассе профессионалов и тех, кто просто в свое удовольствие катается на двухколесном друге. А это совсем юные мастера. Курский картодром на один день отдали в их распоряжение. Просто это мое любимое занятие. Я даже у дедушки катаюсь на скоростном велике. За юными курянами наблюдают и прославленные атлеты. Трехкратный олимпийский чемпион, рекордсмен мира Вячеслав Якимов. Говорит, по популярности велогонки в России не сравнятся с футболом и хоккеем. Но это пока. Один из самых демократичных видов спорта должен выйти из тени. В Европе это уже история насчитывает более ста лет. И велоспорт там никогда не падал в популярности. Он только из года в год набирает обороты популярности. Такие соревнования, как Тур-де-Франс, они являются просто знакомыми событиями. Тур-де-Франс сравнивают с олимпийскими играми, с чемпионатами мира по футболу, по популярности. Поэтому там, конечно, немножко другой формат или другая планета. Но, тем не менее, тем не менее, велоспорт имеет право на существование в нашей стране. А тем, кто мечтает о больших победах, Вячеслав Якимов напомнил. На Олимпийских играх разыгрывается по два десятка комплекта медалей. Вдруг одна из наград – ваша. Тарас Степаненко, Антон Судженко, Андрей Зарубин, телеканал СИИМ.